Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по дому современных календарей 9 августа 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Олег Беликов. Здравия, Олег! Здравствуйте! И Алексей Орлов. Мы сегодня начинаем долгожданный эфир «Спирали жизни». Технические проблемки решены. Надеюсь, что связь нас не подведет. И уж теперь-то мы, Олега, выслушаем с точки зрения того, а что же такое «Спирали жизни» и что с этим делать. Ну, чтобы уже мне дальше, чтобы мне как-то не мешать, я отхожу в сторонку и предлагаю начать эту тему докладывать. Пожалуйста, Олег, предоставляю возможность рассказать про «Спирали жизни». А я потом подключусь уже с вопросами и репликами. Хорошо, спасибо. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, единомышленники и соратники. Я не говорю «товарищи», потому что «товарищи» от слова «товар». Мы с вами не товар, нас не покупают, не продают. Мы люди свободной воли, славянской воли. Значит, тема нашей сегодняшней передачи – это «Спирали жизни». Жизнь – это очень хитрая штука. Она идет не квадратами, не по прямой, плавно восходящей или нисходящей. Она идет спиралями. Каждая спираль нашей жизни равна семи годам. В семь лет ребенок идет в школу. Он должен измениться. Хочет он этого или не хочет, но он должен поменяться. Четырнадцать лет – половое созревание. Понимает он это или не понимает. Мы вынуждены поменяться. Дальше двадцать один год. Парень приходит с армии, девушка заканчивает институт. Это такие ломки, которые ломают нас эти периоды через колено. Следующий период – двадцать восемь лет. Это в этом возрасте начинается старение организма. То есть рождается клеток меньше, чем умирает. Следующий возраст – тридцать пять. По сути дела, это полное раскрытие индивида. Женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. В сорок два года у мужчин этот возраст называют «седина в бороду без ребра». Дальше – сорок девять, пятьдесят шесть и так дальше. В эти периоды заканчиваются витки спирали. И человек вынужден, должен поднять ногу на следующий виток спирали. Но есть одна маленькая хитрость. В семь лет ребенок идет в школу. Но готовить его к этому шагу, очень важному и выдающемуся шагу, начинают уже года за два. Его сажают за парту, заставляют учить буквы, что-то читать, писать, учить стихи. То есть за два года до того начинается определенный этап развития ребенка. То есть за два года до витка спирали пространство нас начинает пинать, если очень грубо говорить. Готовить к тому периоду, чтобы мы могли в свое время поднять ногу на следующий виток спирали. Это спирали жизни. Теперь, как жизнь устроена? Вертикальная сила космоса, опускаясь на горизонтальную силу Земли, а точнее сказать, на горизонтальную силу воды, мы будем говорить много сегодня о воде еще, воды, так как человек 68-80% состоит из воды, образует крест. То есть жизнь распята на кресте. Вертикальная сила космоса и горизонтальная сила воды. Многие пишут Земли, я с этим не согласен. Именно воды. Образуется крест. Вокруг креста имеется круг. Круг по типу кругов на воде. То есть вокруг пространства, вокруг круга, а в центре находится круг. То есть это равносильно, что кинуть камень в воду. И идут круги. Вот это и есть жизнь. Круг на воде. То, что я вам сейчас расскажу, вы не прочитаете нигде. Потому что это сакральные знания, которые я привез с Индии, получив их от бронинов и пандидов. Имеется пространство, все, что вокруг нас. Это длина стола, грубо говоря, чтобы простой слушатель понимал. Длина стола – это пространство. То есть все, что вокруг нас, это создал Бог. Вторая, так как наш мир трехмерен, вторая грань – это событийный ряд. Событийный ряд создал дьявол. То есть противоположная сила Богу. И третий параметр нашего мира – трехмерного ГО. Хотя мир наш восьмимерен. Вот мы пока говорим про трехмерность нашего мира в том, в чем мы живем, видим, слышим и обитаем. И третий параметр нашего мира – это время. Время создали люди. Именно мы с вами. Ну, а точнее, наши предки. Время создано для того, чтобы отделять события друг от друга. Ну, скажем, революция произошла 1 октября 1917 года. Каждому здравомыслящему человеку ясно, когда, сколько лет назад, какого числа, можно еще и сказать время. То есть это придумали люди. Следующая вещь, следующий параметр заключается в том, что если это существует на земле, то на все это Бог поставил печать. То есть принял. Значит, пространство, созданное Богом, событийный ряд и время Бог принял и утвердил. И сегодня мы это воспринимаем как божественное явление, как божественная вещь. То есть надо понимать одну вещь, что если что-то существует на земле, то это уже Бог оправдал, утвердил Создатель и разрешил этому быть. И вот когда кто-то говорит, это плохо или это хорошо, то он говорит, что Бог плохой или хороший. Это недопустимо. Здравомыслящие люди сегодня должны всегда быть за. то есть не строить заборов. Вот это плохо. Вот это там, вот я сегодня общался с одним парнем, он такой, я ведом, я вегетарианец, это нельзя, это плохо. То есть он наставил себе заборов. Вот здесь можно, а там нельзя. Все, забор стоит. Я не против ведомства, вегетарианства или там еще чего-то. Я против фанатизма и шизофрении. То есть во всем должен быть здравый смысл и логика. Если ставят заборы, то это уже человек больной, это шизофрения. Здравомыслящие люди, наоборот, должны сметать все заборы, убирать их, чтобы их не было, чтобы вокруг нас была чистота, пустота и тишина. То есть свет и любовь. Мы к этому стремимся. Вообще цель человеческой жизни стремиться к свету и любви. А если мы себя ограждаем заборами, даже если пусть они даже будут золотыми, эти клетки, они не стоят того. Это путь в тупик, это путь в никуда. Теперь о спиралях и кругах. Значит, на координантной плоскости круг. То есть это вертикальная сила космоса опустилась на горизонтальную силу воды и образовался круг. Чем круг больше, тем событий человек проживает больше. То есть дьявол подсуетился так, чтобы чем больше круг, тем больше событий он пережил человек. Тем больше проблем нажил. Это не факт, что он получит больше опыта. Он больше наживет проблем. От чего зависит ширина кругов? Ширина кругов зависит от того, как живет человек. То есть от степени его погруженности в жизнь. Ну, допустим, так. Условно нормальные люди все делают для того, чтобы научиться преодолевать пространство. Они изобрели когда-то велосипед, чтобы быстрее преодолевать пространство. Потом машину, потом самолет, потом ракеты. Сейчас вот Путин нам представил гипероружие, которое преодолевает гиперпространство со страшной скоростью. То есть что это значит? Условно нормальные люди стремятся преодолевать пространство, подчиняя его себе. Они его сжимают. Теперь, если взять в учет, ну, скажем, инвалидов, ну, колясочников или незрячих людей, они, для них пять шагов, скажем, до туалета, это целая эпопея. Они не могут преодолеть пространство. Что они делают? И они сжимают время. Это очень интересная вещь. Так вот, если сжимать один из параметров, скажем, пространственный параметр, временной параметр или событийный параметр, это вот в нашей трехмерной системе координат, то круг на воде сжимается, он уменьшается. Ну, забегая вперед, скажу, что святые его сжимают до точки. И когда удается сжать до точки, то человек, по сути дела, становится создателем. Его воля становится волей Бога, сжав его до точки. Любой параметр, неважно, время, пространство или событий ими ряд вот в трехмерной нашей плоскости, сжав до точки, мы становимся, по сути дела, создателем. Точнее, создатель входит в нас и выполняет нашу волю. Потому что чтобы понять воля, вера, вот эти силы, наверное, я забегу чуть-чуть назад, отодвинусь и объясню так. Что такое вера? Многие начнут философствовать долго и плутаво вокруг этого ходить. Я скажу коротко. Вера это безликая сила Вселенной. Что такое воля человека? Воля это единственная сила человека, которая подчиняется его сознанию. Но, как правило, обычный человек, условно нормальный, использует волю для насилия над самим собой. Он в 6 утра себя за шиворот поднимает с постели, тащит в умывальник, заставляет умываться, чистить зубы, я не знаю, подмываться и все прочее. Потом тащит на кухню, готовит завтрак, еду, обед, ужин. Потом тащит себя на работу полусодом. То есть воля внутри него скована и задействована. Человек, ставший на путь восхождения к Богу, впускает в себя веру. Вера это безликая сила Вселенной. Входя в человека, она высвобождает волю. То есть он перестает, обычный, условно, нормальный человек перестает насиловать в себе свою собственную волю. Она освобождается и она способна работать вовне. То есть чем больше человеки веры, тем больше воли способна работать вовне. Вот эти два параметра вера и воля. Теперь мы ворачиваемся к нашим баранам, возвращаемся к кругам на воде. Значит, если круг в пространственно-событийной плоскости, он круг. Значит, еще раз повторюсь, пространство создал Бог. Событийный ряд – сила, противоположная Богу. И время создали люди. В пространственно-событийной плоскости появляется круг. Но в трехмерном пространстве появляется уже шар. Вот первые люди – лемурийцы. Если кто-то читал, заглядывал в далекое-далекое прошлое, то он понимает, что лемурийцы жили в двухмерном пространстве. Они были двухмерны до того, как придумали еще одно измерение времени. И тогда мир стал трехмерным. Вот атланты были уже трехмерными. Они вынуждены были сжаться, они вынуждены были уплотниться, потому что появился шар. В этой поверхности, в этой плоскости трехмерной имеется пространство, событий мерят и время. Хочу рассказать немножко про инвалидов. я сам являюсь инвалидом первой группы по зрению. Могу сказать, что незрячие люди очень хорошо научились сжимать время. То есть за единицу пространства и за единицу времени они способны через себя пропустить гораздо большее количество энергии и информации, чем условно нормальные люди. А причиной тому является одна простая вещь. Условно нормальный человек на зрение тратит 80% своей энергии. По разным данным 70-80. Незрячий человек этого не тратит. Значит получается, что его компьютер, его мощность компьютера в 8 раз сильнее мощности обычного человека. То есть он за единицу времени способен перекачать в 8 раз энергии больше, чем условно нормальный человек. Вот я просто удивляюсь тому, что ни в нашей стране, ни в других странах этим не пользуются. Хотя это очередный факт. Об этом знают многие ученые, учителя. Вот мне последнее время приходится читать много лекций в институтах, в колледжах педагогических по инклюзивному образованию. И когда я перед ректорами, проректорами, деканами ставлю эти вопросы о возможностях инвалидов, люди это понимают, осознают, но воспользоваться этим не хотят. Им неудобно, они вот инклюзия подразумевает в себе соединение инвалидов и условно нормальных людей в одну общность. Директорам школ, ректорам, проректорам институтов это очень неудобно, потому что нужны допустим колясочникам какие-то скаты, пандусы, лестницы определенные, лифты. Для незрячих людей нужны тьютеры и все прочее. То есть нужно задействовать дополнительных людей. Им это неинтересно и не нужно. Абсолютно не нужно. Им хорошо сейчас сидеть в своем болоте и вот это чавкать как лягушка. Это их устраивает. Значит, что делает незрячий человек, попадая, скажем, в условно нормальное общество? Так как он научился, он вынужден научиться сжимать время, потому что инвалиды, они взрослеют гораздо быстрее, чем условно нормальные люди. Просто они вынуждены, чтобы выжить в этом мире, где их пытаются придавить, причинить со всех сторон, они вынуждены взрослеть быстрее. И получается, что инвалиды взрослеют гораздо быстрее условно нормальных людей. Они умеют работать со временем, сжимать это самое время. И вот, так как энергии у него 8 раз больше, чем у условно нормального человека, попадая в класс условно нормальный, незрячий человек может минимум 10 человек наделить сжатым временем. То есть условно нормальные люди сжимают пространство, он может пробежать быстро по коридору, слепой этого не сможет сделать, то есть он не сможет сжать пространство. Так вот, условно нормальный делится с инвалидом с сжатым пространством, а инвалид с сжатым временем, и появляется гармония в классе. Вот я имею опыт общения с норвежцами, с финнами, там, где инвалиды учатся параллельно с условно нормальными людьми в одних школах, результаты ошеломляющие, просто ошеломляющие. Класс, классы, где есть инвалиды, получают гармонию, они гармонизируются. Вот. Но опять к нашим спиралям жизни, это было небольшое отступление, спирали жизни. Значит, я сказал, что спираль жизни 7 лет. Каждые два витка спирали у человека за его деятельность отвечает условная железа. Ну, допустим, с 7 до 14 лет работает вилочковая железа. Она располагается здесь за грудиной. Вилочковая железа. С 14 до 28 лет отвечает какая железа? Половые железы. То есть происходит половое созревание и половые железы дирижируют в организме. Дальше до 42 лет отвечает щитовидная железа. И после дирижерства уходит на паращитовидную железу. Это очень интересная тема, очень интересное направление с железами. Допустим, в Коране написано, что есть единственное средство от всех болезней. Это семена черного тмина. Я недословно говорю, кому интересно, найдут, откроют, в Коране это есть, или, допустим, в мусульманских магазинах на всех тюбиках и бутыльках, где продается масло черного тмина. Это выражение записано. Я примерно, дословно извиняюсь перед людьми, исповедующими ислам, что я чуть-чуть исковеркал, но смысл именно такой, что средства от всех болезней, кроме смерти, являются семена черного тмина. Мы провели огромное исследование, сейчас мы, наша группа исследователей, два доктора наук, и вот я, ваш грешный слуга, мы сейчас проводим огромное исследование по темам природного допинга. Дело в том, что все наши спортсмены, я как массажист, как мануалист, веду сборную России по легкоатлетике, то есть очень много людей по легкоатлетике, особенно марафонцев, лечатся у меня, я их веду, готовлю к стартам. Так вот, сегодня очень остро стоит вопрос допинга. Наших закрыли, перекрыли, кислород везде, с этим Гришей Роченковым, Роченковым, как угодно, я его хорошо знал, с ним общался, дружил, ну вот такой свиньё он подложил всей стране, всей команде, и вот мы сейчас как раз стоим на грани неимоверного открытия, точнее, мы его уже сделали, природный допинг. Вот китайцы, они уже давно, несколько десятков лет, докопались до этого раскрытия и пользуются, активно пользуются природным допингом, в частности, левзей, женьшенем, чесноком и семенами чёрного тмина, чёрный тмин. Значит, наше исследование показало, что, почему в Коране написано, что только чёрный тмин может, способен вылечить и излечить любое заболевание, любое. Дело в том, что оказалось, что только семена чёрного тмина стимулируют вилочковую железу. Больше нет ни одного природного естественного компонента, который бы мог простимулировать вилочковую железу. Ну, скажем так, человеку 60 лет. Организм затухает, медленно, потихоньку гаснет. И вот человек начинает пользоваться маслом чёрного тмина. Чему это приводит? Это приводит к бешеной реакции. То есть чёрный тмин стимулирует вилочку железу. Та, просыпаясь, начинает в кровь выкидывать гормоны, которые она выкидывала от рождения до 14 лет. То есть идёт реальное омоложение организма. Вопрос состоит только в том, как донести его до неё, до вилочковой железы. И сколько его надо. Вот сейчас мы ведём над этим исследованием и практике. Очень многие исламские лидеры, мусульмане пьют масло чёрного тмина. Каждый день, там, утром, по столовой ложке или вечером. Вот. Но это очень мало эффективно. Дело в том, что попадая в желудок, чёрный тмин под обработкой кислоты, его ферментов остаётся, дай бог, 3%, а то и того меньше. То есть кислота уничтожает всё. Значит, мы разработали лёгкую воду. То есть реактор, мой друг, доктор наук, вот сейчас реально поставили реактор, который обнуляет информативную часть воды. То есть воду пропускает через реактор, она становится лёгкой, безинформативной. Вот я, как человек ясновидящий, я много лет занимаюсь ясновидением, допустим, наливаешь банку воды, и в банке воды все молекулы склеены плюшками, такие, как оладьи, лежат друг на друге, вот, и очень мало вокруг этих оладьей лёгкой воды, чистой, безинформативной. Поэтому, купаясь в душе, вот эти лепёшки, падая на тело, они не впитываются, или впитываются очень мало, они обтекают в тело. А вот если вот эту информацию стереть, стереть, то вода становится лёгкой, безинформативной. Она, любое масло наливая в простую воду, оно плёнкой растекается по поверхности. Наливая масло в безинформативную воду, вода его проглатывает, и масло равномерно распространяется хлопьями по всему объёму воды. То есть, вот если нет вот тех плюшек внутри, то вода проглатывает масло, любое, в том числе ритминовое масло. И такую воду, втирая в кожу, кожа мгновенно проглатывает. Причём, очень интересная вещь, не оставляя плёнки на коже. Мы вот столкнулись с таким эффектом воды, и вот сейчас буквально начинаем организацию производства природного допинга на основе левзей, женьшин и чеснока. Почему чеснока? Дело в том, что предстательная железа у мужчин питается германией, которого много в чесноке. Поэтому задача только выделить его оттуда и распространить, развести в нашей воде. И втирая в промежность, он тут же попадает в простату. Действие его необыкновенное. Он не как виагра истощает предстателю железу, а наоборот стимулирует ее к росту, развитию и здоровью. Поразительная вещь. Вот мы сейчас провели больше десятков опытов, даже аденомы предстательной железы под воздействием нашей воды из Германии исчезают. За злокачественные опухоли, рак и прочее, саркомы, я не хочу говорить, но это очень сложный вопрос, очень ответственно сделать заявление даже по народному славянскому радиу, это преступление сказать, что мы можем, нет, мы не можем, мы сейчас проводим опыты, в том числе и злокачественные опухолями. Сегодня мы можем простимулировать простату, чтобы она начала выкидывать тестостерон в кровь, причем природный тестостерон, не искусственные. Это опять маленькое отступление от наших кругов жизни и спиралей жизни. Значит, круг, он имеет пространство, события мира и время. Кроме этого, четвертой категории круга, четвертой, как бы, измерением нашего круга являются мысли, пятым информация. То есть мысли и информация. четвертое и пятое измерение нашего круга. Мысли. Человек, допустим, который открыл седьмую чакру, вот я обучаюсь в Институте познания человека в Индии. Вот человек, который открыл макушку головы в седьмую чакру, он обладает яснознанием. Человек, открывший шестую чакру, обладает ясновидением. Пятая чакра это яснослышание. Так вот, большим ясновидением моя степень ясновидения не очень высока, но вот яснослышание достаточно приличное. я могу заявить, сказать, что пространство, то есть все, что создал Бог вокруг нас, земля, реки, травы, животные, оно излучает определенные вибрации. Пространственно, или их называют в Индии ментально пространственно. события это все то, что наделено в пространстве, все то, что предстоит пережить человеку или существу, сущности в этом пространственном измерении называется ментально событийные мысли. и есть еще одна плоскость временно ментальные мысли. Так вот, у людей, кто занимается яснослышанием, брамины в первую очередь учат отделять эти три категории мыслей, то есть пространственные, это все, что связано с выживанием на земле, это ментально событийные мысли, это все, что предстоит тебе пережить, ну, скажем, предчувствие, интуиция, все прочее, то есть то, что тебя ожидает, и временно ментальные, это мысли уже другого порядка, будем так говорить, это божественные мысли, эти мысли входят в тебя, они не, если пространственные и ментально событийные мысли человек их может продуцировать, скажем, то временно ментальные он продуцировать не может, они входят в него, вот, как змея вползает, они очень тяжелые, вот, а вкус, то есть вот это временно ментальные мысли, то есть эти мысли, если они проходят сквозь голову, их человек должен, ну, буквально сразу бежать и записать, потому что это информация от самого Бога, то есть информация свыше, то есть это проведение, это наитие, как Высоцкий пел, меня сегодня муза посетила, немножко посидела и ушла, вот, вот, эта муза, вот это вот наитие, вот это вот временно ментальные проекции мыслей, вот они очень дорогого стоят, и задача любого человека, кто занимается, скажем, яснослышанием, в первую очередь научиться отделять вот эти вот грани друг от друга, то есть мысли пространственные, событийные и ментально-временные или временно-ментальные, вот, ну, есть еще четвертый уровень мыслей, так же, как и снов, вот есть сны с земными красками, ну, это земные краски, то есть это то, что дает пространство, эти сны, есть сны с неземными красками, то есть это мысли с событийного ряда приходят, то есть от сил противоположных Богу, вот с первыми двумя, ну, брамины, пандиты, даже не рекомендуют разбираться, а вот третий вид мыслей, так сказать, или снов, черно-белые сны, вот это уже очень интересно, то есть эти сны, там уже можно найти начало, конец и все прочее, и есть четвертый вид снов, сны без сновидений, то есть тебе просто приходит информация в чистом виде, вот эти сны человек должен вскочить, сразу записать, потому что он начинает сбываться через два часа после того, как ты его увидел, он начинает работать, то есть это информация в чистом виде, вот такие вот имеются спирали жизни, значит они, еще раз подвожу итог, спираль жизни, один виток равен семи годам, и что бы вам там не говорили, пять, шесть, десять, двадцать, все это чушь собачья, вот, значит спираль жизни равна семи годам, первое, второе, человеческий шар человеческий шар, он восьмимерен, но простому, условно нормальному человеку доступный, ну скажем так, пять измерений ему реально доступны, то есть это пространство, события, время, мысли и информация, сжимая, сжимая любой из этих параметров, любовь, мы уменьшаем свой шар, то есть событий происходят на порядок меньше, то есть дьявольских всех этих дел происходит на порядок меньше в нашей жизни, то есть ну если условно грубо говоря не там украл, выпил в тюрьму, а потом романтика, а можно сразу минуя три первой фазы украл выпил в тюрьму это из известного фильма джентльмена удачи украл выпил в тюрьму можно прожить абстрактно внутри себя и сразу попасть в романтику или там как он в бриллиантовой руке шел упал очнулся гипс то есть можно гипсу перейти сразу не идя падая теряя сознание вот мысли сжимают медитация медитация это остановка ума поэтому с четвертого уровня тоже можно сжимать шар то есть останавливая мысли мы можем тоже сжимать шар информация вот мы часто думаем что ученые мудрецы они много думают они вот сидят ничего они не думают однажды продумав однажды продумав и решив себе что он будет поступать только так он больше к этой мысли не ворачивается потому что первая мысль самое правильное ворачиваясь к ней второй третий пятый десятый раз мы искажаем свое намерение оно перестает работать вот то есть человеку достаточно реально один раз продумав что-то четко придерживаться этих позиций то есть ты становишься поездом ты решил что ты едешь вот так ты едешь только так ты встал на рельсы и вперед никаких искажений никаких лево-право все вперед вагон летит в коммуне остановка из старой песни нашей ну вот как-то наверное так про спирали жизни про наш шар в котором мы живем если что-то интересно я готов ответить на какие-то вопросы замечательный доклад емко я предлагаю перейти ко второй части во второй части мы уже будем рассматривать вопросы и реплики которые поступили на сайте народно-славянского радио slavradio.org и на канале в ютубе youtube.com slavradio итак небольшая отбивка продолжение слушайте в следующей части